Всем доброе утро, мои хорошие! Ну вот видите, я ночь поспала, у меня прическа, в общем-то, сохранилась. Но мне единственное, что не нравится, то, что слишком вытянуты волосы. И я, может быть, сегодня голову помою и уложу, переуложу ее по-своему. И будет уже она как-то выглядеть, ну, немножко по-другому, прическа. А так-то голова чистая, ну, посмотрим. Вот. Утро начинается с чего? С котейки. Как всегда. У котейки любимая игрушка, вот она, вот любимая игрушка, да? Все, он уже долго с ней играть. И так ее иссяк по-всякому. Я когда даю ему эту игрушку, я хоть какое-то время могу отдохнуть. А иначе он бегает за моими ногами и кусает меня за ноги. Хулиган маленький. Вот так, вот так, вот так. Ой. Любовь к этой игрушке прям такая. Девочки, вот он, вот этот вот ножные пластырь, который я вам показывала, обзор делала Фаберлик. Выведение токсинов из организма, улучшение состояния кожи, боли утоляющие, коррекция фигуры. Выводит шлаки, токсины. В общем, здесь 5 упаковочек на 5 дней, на 5 ночей. Вот, у меня уже осталось 2, я уже 3 использовала. Ну, вот оно, кто не видел обзор, выглядит так. То есть, вот такие 2 пластыря. Снимается защитная пленка и наклеивается вот этой стороной. Написано, приклеить к пластырю. То есть, вот эта сторона, которая к коже, она идет светлая, она идет белая. Я вам сейчас покажу, как выглядит она уже, когда ее снимаешь, она становится черная. Вот, я продержала 12 часов, на ночь ставлю и утром уже снимаю. И вот, когда ее снимаешь, вот так вот выглядит она. Вот такая вот черная штука, черный пластырь. Не знаю, это так токсины выводятся или что это так получается, почему темным. Не знаю, но надеюсь, что организм стал теперь чище у меня, стал лучше. Сколько дней использовать, правда, не написано, сколько рекомендуется. Но 5 дней все равно, я думаю, какой-то эффект может быть и есть. Девочки, вчера я съела наполеончик на радостях, а сегодня на завтрак хочу съесть вот этот вот десертик. Это творожно-ягодный, ну, нужно же попробовать. Здесь 274 килокалория на 100 грамм, ну, здесь баночки 150 грамм. Ну, ничего страшного, я думаю, что порадовать себя иногда можно, при том, что похудение это не самое важное, я уже говорила, а хочется иногда какую-то радость себе сделать. Вот я открыла крышечку, а тут сверху желе. И вот так с слоями оно все сделано. Интересно. Дальше слой идет творожный, а потом идет бисквитный. Тут еще ягоды какие-то есть. Очень вкусно. Девочки, я решила сегодня на обед потушить капусту. У меня индейка вареная была, и я ее порезала на кусочки, положила в морозилку. Сейчас достала, разморозила, и хочу добавить в эту капусту. И также у меня были замороженные пару помидорчиков. Помидоры, когда я вижу, начинают где-то только портиться. И я, если понимаю, что сейчас он мне не нужен, я его закидываю прям целиком в морозилку. А потом достаю, пару минут под холодной водой подержала, легко снимается кожура. А сам помидор, вот он еще пока что замороженный. Сейчас немножечко отойдет, я его порежу. Ну и все, на сковородочку я уже нарезала лучок, немножко растительного масла. Сейчас включаю, все порежу и буду тушить, как обычно я это делаю. Ну вот, мои девочки, все уже я позакинула. Сейчас немножечко еще потушится. Тут вот влага как раз испарится. И все, и капуста моя готова. Я болгарский перчик туда еще подкинула немножко. И свининки чуть-чуть у меня было, тоже тушеной добавила. В общем, по сусекам поскребла, можно сказать, в холодильнике. И очень вкусное блюдо приготовила. Вот так вот. Девочки, собралась вроде бы голову помыть сегодня. А у меня, оказывается, для укладки есть только две круглые расчески. Одна расческа, она подойдет для челки и вот сзади подкрутить что-то. А другая у меня очень большого диаметра. И вот когда волосы были подлиннее, я укладывать могла этой расческой. Сейчас она мне не подходит. Мне нужно взять диаметр средний между этой и этой расческой. У меня была третья. Ну, я ее отнесла, по-моему, дочке. И там ее оставила. Но, в принципе, она мне там тоже может пригодиться. Поэтому я уже давно хотела купить. И сейчас пойду в магазин. Пойду купить расческу среднюю как раз для укладки. Так что голову я еще не мыла. Вот, заодно скатерочку новую посмотрю. И чебурашек, то есть этих черепашек покормлю тоже. Вот, ну, беру вас с собой. Если что-то будет интересное, я там подсниму. Вот так я сегодня приоделась и пошла. Девочки, я так быстро вернулась с магазина, потому что очень душно. Вот купила скатерть. Как раз такого же размера, как у меня лежала. И вот она идет с бейкой. У меня тоже с бейкой. И что удивительно, что я в прошлый раз хотела такую купить, но не было. И пришлось взять цветную. Ну, спасибо котенку, который и цветную тут порвал. Теперь у меня будет то, что я хотела. И вот расчесочка, как раз такого диаметра, которого мне надо. Тоже стоит 199 рублей. Ну, вот я выбрала именно такую. Покупала я все это в магнит косметик. Не захотела брать фикс прайс, ну, потому что там расческа может быть хуже качества. Клеенки там как раз цветную я там и покупала. В общем, девочки, мухой слетала в магазин, вышла на улицу. Там такая духота. У меня-то сплит работает. Мне свежо тут. Хорошо так, прохладненько. Вышла, а там прям душно. Я быстрее нырнула в магазин. И зашла я сначала вот в этот универмаг экономный, который у нас есть. Там до сих пор закрыты эти отделы, где продают вот эти скатерти, постельное белье. Я не понимаю, почему. Тут же я зашла в магнит косметик. Пожалуйста, вам скатерти, пожалуйста, вам там что хотите. И постельное все продается. Не стало, я была дилемма, знаете, фикс прайс пойти, спуститься или подняться в магнит косметик. Ну, что-то мне такая интуиция подсказала, что нужно подняться в магнит косметик. Тем более, что там все-таки качественнее товар, чем в фикс прайсе. Вот, а цена, по-моему, такая же, как в расческе в фикс прайсе и скатерти в фикс прайсе тоже, по-моему, по такой цене. Но даже не в цене дела. Главное, что я взяла именно то, что хотела. И вот этот вот диаметр расчески как раз подойдет мне для накручивания вот этих вот верхних волос. Средний диаметр, то, что нужно. Все, я довольна. Ну, я, правда, подустала. Купила еще черешенки по 200 рублей. И сейчас я хочу поесть черешенку и отдохнуть. Не знаю, буду я мыть голову сегодня или нет. Посмотрим. Надо немножко отдохнуть под сплитом полежать. Что-то я утомилась от этой духоты. Ну, что ты выспался, да, кексик? Целый день спал, спал. А теперь что? Теперь ты прыгаешь, как козлик. Выписываешь пируэты, да, мне? Ты знаете? Всем доброе утро, мои хорошие. Котейка тут уже за ножки грызет мою стойку, то за навеску теребит. Не дает мне начать с вами утро следующего дня. Вот. Что я вам хотела сказать? Почитала ваши комментарии. Девочки, кто-то пишет, что там со звуком. Но я вам хочу сказать, когда я снимаю дома, у меня либо открыто окно, и могут быть звуки, там какие-то доноситься за окном, которые собачки там лают, может быть машины ездят, не знаю, птички поют. Ну, в общем, какие-то звуки из улицы. Или у меня закрыто окно, у меня включен сплит, может быть шорох, шум какой-то от сплита. Но извините, мои хорошие, я же не в студии нахожусь. Я снимаю влог, я снимаю жизнь, такая, какая она есть, и со всеми потусторонними звуками, которые тут у меня есть. Ну, по крайней мере, два подписчика мне написали, что трясется камера, когда я снимаю на улице. Девочки, ну, у меня тогда просто два варианта, либо снимать на улице и трясется камера, либо не снимать на улице, потому что я камеру на ручку вешаю, да, и на телефон снимаю улицу. Ну, и понятное дело, что когда я иду, то у меня камера трясется. Другого варианта снимать улицу у меня нету, я могу ее не снимать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто хочет, чтобы я снимала улицу, а кто не хочет, чтобы я снимала улицу. Сразу могу сразу вам сказать, если кто-то напишет, что пусть вам дочка купит стабилизатор или вот эта вот штучка, да, чтобы не тряслась камера, сразу вам скажу, ничего дочка мне не купит, я просить ни у кого ничего не буду, моих денег мне не хватает на эту штучку. Ну, у дочки есть куда деньги тратить, у нее новая квартира, ей нужно делать ремонт, ей нужно быстрее благоустраиваться, покупать мебель, много нужно на это все вложений, она все это делает постепенно от зарплаты к зарплате и денег, в общем-то, в принципе, впритык. Она не обязана мне покупать эту стойку, понимаете? Это я должна сделать сама на свои заработанные деньги. Вот, если будет у меня много просмотров, значит, я денежки заработаю и куплю то, что мне нужно. Но, в первую очередь, мне нужно купить новый телефон, я бы хотела с лучшим разрешением и с большей памятью, чем у меня телефон сейчас есть. Ну, в общем, давайте не будем о грустном, давайте лучше о чем-нибудь веселом. Пишите в комментариях, если кому хочется улицу снимать, кому не хочется, чтобы я снимала. Ну, и также звуки лишние, но в любом случае, я же говорю, либо я буду задыхаться сейчас лето с закрытым окном, чтобы звуков не было, либо сплит мне в любом случае будет шуршать. Микрофончик, который, вот, вы имеете в виду, может быть, сюда какой-то прицепить. Но тоже не всегда мне удобно с микрофончиком, знаете, вот что-то делать. Микрофончик тоже купить надо, еще какие-то затраты. Нет у меня такого микрофончика. Я снимаю на камеру Samsung, и когда она у меня стоит на стойке, в общем, тогда камера не трясется, и все нормально. В общем, что сегодня у меня по планам, девочки? У меня сегодня... Я хочу перец сфаршированный сделать. Я купила вчера перчик, у меня есть говядина-свинина, я хочу ее перемолоть, уже сама сделать свой собственный фарш, потому что магазин мне, честно говоря, не нравится, я не знаю, что туда там молят вечно, вечно какой-то там, ну, не тот вкус, как у домашнего фарша. Поэтому я сейчас, вот, у меня размораживается говядина и свинина, пополам сделаю, перемолю этот фарш, чуть-чуть добавлю риса, потому что, вот, если раздельное питание, обычно же мы рис не едим, как бы, да, углеводы с белками, но тут уже играет роль соотношение белка к углеводам. То есть, если соотношение 1 к 5, то это уже все равно считается раздельным питанием. Поэтому, так как у меня будет больше фарша, и риса я положу совсем тогда чуть-чуть, чтобы немножечко его там было. Вот, ну и все. Пока все. Я сегодня помыла голову, уложила уже сама расчесочкой новой. Ну, в общем, сейчас мне волос немножечко так короче, да, но он когда чуть-чуть вот тут отрастет, отойдет, будет нормально. Ну, по крайней мере, вот эта пышность, мне даже пришлось ее немножечко гелем подуложить, уложить, потому что вообще пышная получается голова. Но то, что у меня здесь вот это вот лишнего ничего нету, я очень довольна и очень счастлива, и вообще волосы не мешают, моется быстро, легко и укладывается быстро, легко. Я довольна, все хорошо. А котейка балуется, бегает тут он, то веник мой начинает грызть, то занавеску теребить, но сейчас, правда, послушался, ушел. А то, что я вот не могла вообще начать снимать. А завтра мои уже должны приехать, сын со своей семьей, и уже завтра котейка потопает домой. Все, завтра уже, говорится, последний день. Сегодня последний день, завтра уже будет неполный день. Завтра уже котейку заберут. Играю со своей любимой игрушкой, с этим брелком пушистым. Вот так вот, вот, любимая игрушка, любимая просто игрушка, да? Скажи привет всем, котейка. Котейка у меня дрыхнет целый день. Утром попрыгает, как козлик, и вечером попрыгает, как козлик. Поиграет. Днем спит. И ночью спит. Кекс, ты меня сегодня пол пятого разбудил, признавайся. Не обращайте внимания, что валяются бумажки, игрушки. Это вот, это все, с чем он играет, валяется на полу. Когда котейки нет, у меня на полу ничего не валяется. Ну что, мои девочки хорошие, фарш перемолола, посолила, поперчила, и чуть-чуть добавила туда риса. Вот, и перчики я уже почистила, и можно их уже теперь начинять. У меня 10 перчиков, а фарша около килограмма примерно, я даже точно не знаю сколько. Ну, в общем, вот так вот поначиняю перчики, покажу вам потом. Ну все, девочки, перчики я начинила. У меня немножко фарша осталось, я убрала его в морозилку, и из него потом сделаю, может быть, еще перчики, может быть, просто шарики скатаю и сделаю супчик, типа с такими шариками, как с фрикадельками. В общем, сейчас я заливаю водичкой, потом я добавлю пару помидоров, можно просто томатную пасту размешать, лавровый листик, зелень, в общем, уже зелень в конце добавлю, и чуть-чуть потом бульончик присолю. В общем-то и все, ставлю варить. Так, перчики мои варятся, можно уже посолить чуть-чуть бульончик. И можно добавить помидоры с лавровым листиком. И все это без крышки, на слабом огне. Пусть сварится еще минут 30, может, чуть больше смотреть по готовности. За 5 минут до конца варки я добавлю зелень. Мой помощник умаялся, лежит на столе, отдыхает, да? Устал, помогал, помогал, устал. Ну, отдыхай, отдыхай. Ну, все, я закинула зелень, осталось 5 минут поварить, и перчики мои готовы. Ну, все, девочки, перчик мой готов, фаршированный. Перец я сейчас пробовать не буду, потому что я знаю, что он в любом случае хороший получился, и я не сомневаюсь в этом. Просто я буду обедать немножко попозже. Сейчас я кушать не хочу. Почитала сейчас комментарии, думала, вот, сказать, не сказать, ну, прям не могу молчать. Вот, напишите мне, кто из вас, как относятся к критике. Я сразу скажу, я не люблю, когда меня критикуют. Вообще, к критике отношусь я плохо. Еще одна подписчица написала, ай-яй-яй, мамачоли, вы удаляете комментарии. Да, девочки, если кто-то не знает, я просто скажу, что комментарии я некоторые удаляю, которые мне не нравятся, некоторых я блокирую. Почему? Я вам объясню. Потому что, ну, одно время, когда еще начала снимать, только влоги, канал только открыла, очень много было хейтеров, очень много было критики, постоянно какие-то замечания, не так говорю, не то делаю. Ну, короче, очень много было какого-то негатива. И, честно говоря, у меня просто опускались руки, мне даже не хотелось снимать, и я уже не знала, что мне снимать, всем не угодишь. И я закрыла комментарии, и где-то, наверное, с полгода у меня комментарии были закрыты. И тогда я уже спокойно снимала, что хочу, говорю, что хочу, как хочу, и так далее. В общем, как бы я и успокоилась. Но мне не хватало обратной связи, мне не хватало поддержки тех подписчиков, которым нравится, что я снимаю, как я снимаю, вообще мой канал нравится, я нравлюсь. Этих людей мне не хватало. Поэтому я потом открыла комментарии, но сразу предупредила, что если мне какие-то комментарии будут не нравиться, если они мне будут портить настроение, я буду их просто удалять, либо блокировать людей, если уж прям кому-то конкретно ничего не нравится. Поэтому я иногда периодически просто напоминаю вам, если кому-то вот не нравится, даже вот одна подписчица пишет, «Зачем вы так высокомерно говорите «не нравится, не смотрите?» А как еще я могу сказать? Если нравится, смотрите. Если не нравится, не смотрите. Как еще по-другому сказать? Я не знаю. Если вы начинаете вот мне просто писать, что вам не нравится, что я снимаю, вам не нравится, что я говорю одно и то же, вы хотите меня покритиковать, для того, чтобы мой канал стал лучше, лучше он от этого не станет, вот как есть, так есть. Я снимаю себя, то, что я делаю, то, что я говорю, Веду себя как в обыденной жизни. Я снимаю не художественный фильм, где там все должно быть прям по полочкам. Хотя и в художественных фильмах тоже говорят, что считают нужным. Прям как сценарий написан, так и снимают, правильно? У меня сценария нету, поэтому я иногда бывает, ну, что-то забыла, может быть, повторюсь. Одно и то же могу повторить. И где-то съемка у меня бывает не идеальная, где-то какие-то шумы могут быть, где-то трясется камера, где-то что-то. Но в любом случае это просто вот обычная жизнь, обычно снимаю. Ну вот, извините, как получается, так получается. Как могу, так снимаю. Если бы я могла что-то улучшить, я бы это улучшила уже. И те, кто мне пишет комментарии, я буквально всех поименно знаю, кто пишет мне хорошие, поддерживающие комментарии, позитивные. И уже буквально беру на карандаш те комментарии, которые у меня уже, вот знаете, на грани удалить, не удалить. Но еще я оставляю, но уже тоже запоминаю эти имена. И если что-то, вот допустим, будет один комментарий такой, мне не понравится, другой мне не понравится, но я блокирую тогда этого пользователя, и все. Потому что, девочки, ну не хочу я читать плохие комментарии. Мне что из-за этих, из-за этой критики, из-за хейтеров, из-за каких-то... Тем более хитрые, кстати говоря, тоже хитренькие пишут. Я к вам хорошо отношусь, ничего плохого, но просто вот я вот хочу вам сказать, что мне не нравится это, не нравится это, то не нравится. Вот, и я пишу это вам просто для того, чтобы вот улучшить ваш канал. Как вы улучшите? Никак не улучшите канал. Чем критиковать? Лучше давайте какое-нибудь предложение, конструктивный диалог вести. Да, если вы можете что-то предложить, может быть, предлагайте. Я иногда прислушиваюсь к своим пользователям, когда предлагают мне что-то снять это, или что-то снять другое. Ну, то есть, вот взаимодействие какое-то, что было. Ну, а просто когда... Вы понимаете, получается, вы меня критикуете, я вас покритиковать не могу. Я не могу даже в ваши глаза посмотреть в тот момент, когда вы меня критикуете. Это нечестно, правильно? Вот, поэтому я плохо отношусь к критике. Вот, ну все, мои хорошие девочки, я это видео хочу закончить, для того, чтобы уже его быстренько смонтировать и выложить вам на обзорчик. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok